Доброе утро! Украинская сторона передала свой список для взаимного освобождения удерживаемых лиц на заседание трехсторонней контактной группы. Она состоялась накануне в режиме видеоконференции. Кроме этого, украинская делегация предложила сформировать группу экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на территории Ордло. В свою очередь, координатор ОБСЕ Тони Фриш подтвердил готовность сторон к одновременному открытию двух новых контрольно-пропускных пунктов в Луганской области в первых числах ноября. В свою очередь, Россия отказалась от предложения ОБСЕ о конфиденциальности работы трехсторонней контактной группы. Об этом сообщают российские СМИ. Напомню, 1 октября спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау прервала заседание ТКГА, так как российская сторона вела несанкционированную аудио- и видеозапись переговоров. Пять раз незаконное вооруженное формирование нарушали режим тишины после полуночи. Под гранатометные обстрели попали украинские позиции в районе Авдеевки, Причепиловки и Новотошковского. За прошлые сутки огонь открывали три раза. Огневые провокации зафиксировали вблизи Водянова и Новомихайловки. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь в рядах ВСУ нет. Накануне в День защитника Украины после торжественных мероприятий в столице президент Владимир Зеленский приехал в Донецкую область. Он посетил Центр морских операций вблизи линии соприкосновения. Побывал и на тренировочной базе военных. А прямо на передовой вручил государственные награды и подарки украинским бойцам. От себя лично, от всего украинского народа, с вашим профессиональным святом, с прекрасным Днем защитника Украины. Хочу вам благодарить от всех нас за наше життя, за наш спокойствие, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, нашу суверенитет. Вооруженные силы Азербайджана уничтожили ракетные комплексы Армении в приграничных районах. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Азербайджаном. В сообщении говорится, что армянские ракетные комплексы привели в боевую готовность для обстрелов оккупированной части Азербайджана. Система залпового огня были уничтожены на стартовых позициях вооруженными силами Азербайджана. В разгар предвыборной гонки в США Нью-Йорк-Пост опубликовала фрагмент якобы переписки сына Джо Байдена, Хантера, с Вадимом Пожарским, представителем украинско-газово-добывающей компании «Бурисмо». Письмо свидетельствует о том, что Джо Байден и Пожарский встречались в 2015 году. Хотя американский политик утверждал, что не имел никаких отношений с бизнес-партнерами сына. Осенью 2019 года разгорелся политический скандал после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент США требовал от украинского коллеги начать расследование против газово-добывающей компании «Бурисмо», членом правления которой был Хантер Байден, сын кандидата в президенты США. Дорогой Хантер, спасибо, что пригласил меня в Вашингтон и дал возможность встретиться с вашим отцом и провести некоторое время вместе. Это настоящая честь для меня и удовольствие. Комендантский час вводят в некоторых регионах Франции из-за стремительного распространения коронавируса. В столичном регионе Иль-де-Франс и восьми других крупных метрополиях с девяти вечера до шести утра будет действовать строгий запрет на передвижение. Как заявил президент Эммануэль Макрон, ситуация во Франции тревожная. Там ежесуточно фиксируют более 20 тысяч случаев заражения. По мнению президента Франции, комендантский час снизит этот показатель до 3-5 тысяч. Нарушителям комендантского часа грозят штрафы. Будут проверки, и я благодарен полиции за то, что она делала с начала эпидемии. Будут штрафы, как и за многие правонарушения. Освоение Луны. Восемь стран подписали с НАСА соглашение о совместном освоении спутника Земли. США, Великобритания, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург. Вот Россия и Китай в проекте не участвуют. Программа включает три этапа. В 2021 году запланирован беспилотный полет вокруг Луны. В 2023-м облет с экипажем, а уже в 2024-м произойдет высадка астронавтов. По замыслу НАСА, ни одна из стран не может претендовать на какие-либо участки Луны, но сможет добывать там полезные ископаемые. Забрать свои личные вещи, наконец, смогут жители разрушенного дома на столичных Позняках. Взрыв там произошел еще в июне. Тогда было повреждено 40 квартир. 16 разрушены полностью. До сих пор спасатели работают без выходных. Первоочередная задача – как можно скорее отдать людям их имущество. За процессом наблюдала Инна Мазуркевич. Из разрушенного дома на столичных Позняках выносят вещи жильцов. Но прежде чем войти в квартиры, спасатели укрепили здание специальной конструкцией. Теперь грузят имущество в ковш. Александр внимательно следит за тем, как достают его вещи. Этого дня вся его семья ждала более трех месяцев. В ожидании забрать по максимуму свои вещи, которые покупались, собирались в течение лет. Пока было тепло еще, пока было в чем ходить, нормально. Сейчас уже дело близится к зиме. Работают на месте десяток спасателей и кран с двумя специальными ковшами. Предпочтение отдают ценным вещам. Но на самом деле пытаются выгрузить все, что проходит в оконный проем. Почали сьогодні зранку з восьмого поверху, спускаемось до низу, запланували три поверхи. Вчора відпресували десятий, девятий і восьми поверхи. Перед початком робіт, коли ми заходимо в квартиру по відеозвязку, зв'язываемся з представником власника чи з власником квартири, він каже, де в нього знаходяться найцінніші речі, золото, гроші, документи. Так, це ми в ручному режимі з руки в руки передаємо, а потім починаємо виносити вже через балкон в баю, зкидемо. После того, как вещи із квартир вынесуть, приступят к следующему етапу робот – полному демонтажу аварійного під'їзда. Взрыв многоэтажки на столичних пазняках прогремел 21 июня. Пять человек погибли. Было разрушено 40 квартир. Предварительная версія – утечка газа, но окончательную причину взрыва назвать не могут до сих пор. Все пострадавшие получили сертификаты на новые квартиры. Инна Мазуркевич, Дмитрий Борщ, Київ. Твой дом. Раскопали захоронение тысячелетней давности в огороде в селе Широкая Балка Херсонской области. Местные случайно нашли место, где хоронили жителей городища – Золотой мыс. Оно датируется первым веком нашей эры. Оноходки сообщили в сельсовет. Пока археологи добирались к месту, селяне залили раскопку бетона. Подробнее в сюжете Яны Лебедевой. Мария рассказывает, позвала помощников, чтобы вырыть новую сливную яму. Мужчины копали и на двухметровой глубине нашли захоронение посреди огорода. И человек, который копал, говорит, ой, тут череп. Ну, вытяли тот череп, поскладывали сюда, на это, и начали и косточки. И начали выкапывать и косточки, и тут складывать. Могильные камни разбили, пока рыли, а останки свалили в кучу. Оноходки сообщили в сельсовет уже на следующий день. Пока ждали ученых, яму успели залить бетоном. Ученые предполагают, в огороде откопали захоронение первого-третьего веков нашей эры. Тут же, недалеко от сева, уже есть один памятник археологии. Античное городище Золотой мыс. В последний раз раскопки здесь проводили в 80-х годах. Люди здесь жили, охранили своих умерших на другом стороне банки. И вот, собственно говоря, часть этого могильника находится под селом. На месте, которое раскопали селяне, могли быть цены для науки артефакты. С ним обязательно должны были быть какие-то вещи с товарищем. Потому что погребальный обряд жителей хора Ольвии этого времени подразумевает, что его сопровождает какой-нибудь инвентарь. Один-два сосуда, какой-нибудь ножичек или еще там что-нибудь. Местный экскурсовод Олег Марчук говорит, туристы сюда приезжают с удовольствием. Огорчен, что ценная находка так и не была детально изучена археологами. Ученых на руках остались лишь найденные останки. Их будут изучать в лаборатории. На огороде же работы проводить уже бессмысленно. Залитый бетоном могильник теперь для науки утрачен. Археологи просят местных быть любопытнее и при любой находке дожидаться ученых. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсонская область, Твой дом.